Добрый вечер всем, кто меня знает чем привет, кто не знает, зовут меня Катерина. Я вам сейчас расскажу об основах генетики у животных на примере маисовых полосок. Что такие маисовые полоса? Это змеи, семейство кужеобразное, самое крупное семейство. Среди змеи самый распространенный получает 20 тысяч видов. Живут они на побережье Северной Америки, на территории змеи, вот так распространены. Имеют 5 подвидов. Подвиды названы Нормал, Алабама, Окити, Майами и Кис. Как видите, здесь много географических названий и как и многие виды животных, то есть название дано по месту обитания основной массы этих животных. Нормал это подвид, обычно дается практически у каждого вида животных. Есть подвид, который называется Нормал, то есть самый обычный, самый распространенный. Он в районе Северной Каролины обитает. Дальше Алабама, у него большой очень ареал обитания, включаются сельскохозяйственные регионы США, то есть это поля. Окити, это небольшой район, он огорожен горами от двух соседних, Нормала и Алабама. Потом Майами, собственно, приближаемся к Флориде, на полуостров Флорида. И Кис занимает самую его южную оконечность и остров Кис. Сейчас дальше мы рассмотрим, чем они отличаются, эти 5 подвидов. Для начала немножко расскажу, что это вообще за змеи. Змея размером от 1,5 до 1,70 м в длину, толщину примерно 3 см. Для человека абсолютно безопасно, не имеет длинных опасных зубов, не имеет яда. Маисовый полос, она называется так, в честь маиса, кто знает, что такое маис? Кукуруза, правильно, да. Так называли кукурузу с северо- и южноамериканские индейцы, для которых она была большой ценностью. Это основная культура, как у нас была пшеница, у них это была кукуруза. Это была основа их питания, основа их культуры. Они выращивали ее массово, и как с любой культурой, везде имелись вредители-грызуны. Так вот, так как кошек не было одомашненных в Северной и Южной Америке, защиту от грызунов обеспечивали змеи, которые жили на полях, поэтому очень часто в культуре американских индейцев встречается бог в виде змеи. Они очень почитали ее. Итак, поехали дальше, расскажу, собственно, как выглядят змеи. Нормал, северный вид, рыжая змея с пузиком в клеточку, более светлый фон, более темные пятна. Размысленный вид, пятна не сильно отличаются от фона. Следующий, Алабама. Алабама уже более серый, потому что он живет на грунте и подсливается с ним. Здесь уже пятна более рыжие и лучше выделяются на фоне. Следующий, Окики. Вот это очень ценный вид, его очень любят разводчики, кто этим изменениями занимается, за его красивую черную каемочку вокруг пятна. То есть, пятна вроде окраска вся такая, как у нормала, но красивая черная каймата. Дальше. Майами. Майами отличается уже более светлым серым тоном и красивенькими яркими рыжими пятнами. И пятый подвид. Хиз. Это гипомелонизм природный. Что такое гипомелонизм, я расскажу чуть дальше. Это самые светлые и самые мелкие, потому что живут на островах очень многие змеи из этих. И как все островные виды животных, они более маленького размера, так как меньшая территория. Ну и теперь, собственно, перейдем к мутациям у этих гипомелонизм. У всех животных, у всех живых организмов имеются мутации. И они иногда проявляются во внешнем виде. У маисовых полозов мутации выражаются в изменении окраски. Либо именно меняется цвет, либо может поменяться рисунок. Мутации эти бывают случайные, а есть закрепленные. То есть, те, которые в результате селекции были закреплены у животных, и можно стабильно получать эту окраску по желанию у потомства. На данный момент закреплены 17 мутаций по цвету и 8 мутаций по рисунку. Некоторые названия, вы видите, выделены жирным подчеркнутым текстом. Это доминантные мутации. Есть еще рецессивные, вот все остальные. Чем отличается доминантная мутация от рецессивной? Доминантная, если она сочетается с геном другой мутации. Допустим, есть ген, отвечающий за рыжую окраску. Есть у него две мутации. И когда они рядышком стоят, и одна из них доминантная, то доминантная будет всегда себя проявлять. Пофигу, что там стоит в рецессивном гене. Если же рецессивные два вместе гена разных стоят, то они проявляются одновременно. Если два одинаковых рецессивных гена, то наконец-то проявляется рецессивный ген. То есть, например, вот амиланистик самый первый стоит, это светлые змеи. Чтобы змея была светлой, то оба родителя должны ей передать рецессивную мутацию по этому гену. Итак, теперь посмотрим подробненько, как они выглядят. А, нет, сейчас немножко расскажу про, собственно, гены. Значит, все змеи имеют всего три цвета. Желтый, красный, черный. Если вы видите зеленую змею, то у нее нет зеленого пигмента. Это так поляризуется свет на ее окраске. И, значит, есть три гена, которые отвечают за эти цвета. И есть три гена, которые отвечают за рисунок. Это за круглую форму седел, то есть пятна, вызываются седла. За ободок у них, это то, что на оките мы видели, ядную черную краску. И за форму рисунка головы. Это малочисленные гены, но они все равно были выведены. И тут также выделены у меня жирным шрифтом те, которые являются доминантами. То есть нормал, нормальное состояние гена, является по всем шести генам доминантным. То есть если один из родителей передал ген нормал потомству, то значит обязательно у потомства будет этот ген в нормальном виде. Остальные, которые выделены обычным шрифтом, они являются рецессивными. И каждый ген имеет четыре формы. Это форма нормал, форма гибер, то есть когда ген проявляет себя сильнее. Но почти все четыре из пяти, они не закреплены на данный момент. То есть они очень редко встречаются. Гипо – это когда ген проявляет себя слабо. То есть он себя проявляет, но не на сто процентов. И есть отсутствие обычной буквой А к названию гена добавляется. То есть когда его просто не проявляется этого принципа. Ну то есть и вот в принципе эта формула, она для пяти из шести генов. Свойственно нормал доминантной основной рецессивной, только форма рисунка головы, мутация маска является тоже доминантной. То есть однажды она появилась и все. Теперь у всех змей, которые были потомством этой первой змеи, у всех есть эта маска. Пошли дальше, теперь собственно посмотрим. Меняя комбинируя эти гены, мы можем из вот такого обычного нормального на светлом фонде рыжие пятна серой каёмкой получить варианты без каёмки, можем получить серую змею с обычным рисунком, можем получить рыжую змею с измеённым рисунком и можем получить серую с измеённым рисунком. Но вариантов гораздо больше. Поехали. Дальше. Итак, щёлкает. Дальше пока сейчас не появится четыре картинки. Всё. То есть мутации, в которых отсутствует один из пигментов. Их четыре. Называются они А-меланистик. То есть А-это отсутствие, меланистик, это меланин, чёрный пигмент. Он называется так у всех живых существ. То есть животное лишено чёрного пигмента. Получается такой рыжий с более тёмными пятнами. Дальше. Кархол. У него нету жёлтого пигмента и красного. То есть у него остался серый. Энери. У него отсутствует жёлтый пигмент. Нет, отсутствует красный, извиняюсь. Энери. Эри – это эритриты. Красный пигмент. Эн, соответственно, приставочка. То есть у него есть серый и жёлтый. За счёт этого получается такой серо-коричневый тон. И циндер. Вот у него отсутствует как раз тоже жёлтый и красный более сильно выделен. То есть он более коричневый. Дальше. Значит, пониженное содержание меланина. То есть он есть, но его немного. Вот этот ген имеет аж целых пять вариаций. Из них мы получаем краски, которые называются гипомеланистик базовая, крисмос, рождество, страубери, клубника, санки, солнечный поцелуй и лава. Вообще, люди, которые занимаются животными разведением, они любят эти красивые названия. Очень поэтичные. Отличаются они собой интенсивностью. То есть те, которые у нас слева, это те, где красного и оранжевого у нас больше, чем в норме. То есть сочетается гипомеланистик с повышенным содержанием эритрита. И крисмос и страубери там, где содержание красного пигмента нормальное, а чёрного пониженное. Дальше. Есть коричневые вариации, что примечательно, многие из них, по-моему, баф, тофи и каштан, да, три из них, выведены в Германии. Только карамель, она вот выведена в Америку. Тоже, также разные тона идут, баф, тофи являются доминантными мутациями. То есть они, и такие родители будут передавать своим деткам такую же окраску. Каштан более красный, тофи, баф более жёлтый. Дальше. Лаванда. Очень любят эту мутацию. Очень красиво получается смея. Разница, у неё интересно, что с возрастом самец и самка начинают отличаться. Самец более нежной окраски, самка более серая. И при этом детки очень сильно отличаются от взрослых особей. Они почти коричневые. К сожалению, тут монитор не очень передаёт цвет. Вообще, смея получается лилового цвета. То есть та, которая вроде рыжая, у него ли может быть лилового цвета. Дальше. Теперь переходим к рисунку изменившемуся. В ген Мотли Страйп имеется такой у этих змей, который превращает их в пятна в полосочки. То есть здесь у Мотли получается широкая полоса с пятнышками по центру. А в Страйпе просто у тебя превращаются в две тонкие полоски. При этом ещё немножко меняется на пузики узор. То есть между шахматками белая полоса появляется, которая не даёт им соединиться. Ну и, собственно, маска. Вот этот рисунок на голове. В обычном виде вот эти рожки рыжие, они продолжаются и соединяются с рисунком на спине. Ну, в принципе, вот это видо на Мотли. То есть на голове полоски цельные со спиной. У маски они отдельным пятнышком. Дальше. Интересные есть мутации, которые растворяют полностью рисунок. То есть вообще пропадают что пятна, что полоски. Змея становится вот такого землистого отраса. И человек, который видел раньше мейсовых полосов, может даже не понять, что это мейсовый полос, потому что она больше похожа на какой-то узорчатого полоса или техасского, которые пятен лишены. Ну и диффузы. Он вообще убирает полностью с пуза рисунок, и боковая окраска начинает заползать на кружках. Дальше. Очень красивая вот такая морфа, очень декоративная. Изменяет форму сёдел. Они перестают соединяться между собой, а стремятся превратиться в ровные кружочки. То есть очень такой, ну, это змея для перфекциониста, кто любит красивые ровные формы. Дальше. Мозаика. Вот это моя любимая морфа. Тут и пропадает рисунок на спине, пятна пропадают, и он весь переходит до бока. То есть у каждой отдельной чешуйчик, очень много чешуй, которые отдельно окрашены, а соседи вокруг них другого цвета, за счет чего и получается этот мозаичный рисунок. В России впервые были выведены эти змеи только в прошлом году. Было получено 10 кос, а не 10 малышей. Они разъехались во всей России. В принципе, в Новосибирск один приехал. Морфа доминантная. То есть всем деткам вот этот малыш будет передавать свои гены. Все эти будут вот такие нетипичные маисовые полоса. Дальше, пожалуйста. Зигзаг. Тоже очень красивая морфа. Сочетание из каких-нибудь окити особенно ярко проявляется. То есть красивое разделение ее темных пятен и основного фона. И она сочетается, в принципе, с любой окраской. То есть на любой тоне серая, рыжая, белая змея у нее будет вот такой рисунок. Дальше. А, и вот, да. Последняя мутация, которую мы сейчас рассмотрим. Это единственная в природе была найдена змея с нехарактерным рисунком. На белом фоне такой вот цветной краб. Закреплена была в неворе, но до России, конечно, такие змеи еще не добрались. Пока только в Америке и в Европе можно встретить. И вот теперь мы, наконец, перейдем к тому, как собирать змеи. Значит, чтобы собрать змею нужного цвета, в ней надо правильно сочетать гены. Нужно, чтобы оба родителя, если это рецессивные гены, внесли в каждый этот ген, чтобы ребеночку передалась пара. То есть вот сейчас, который вверху фотография, это не родители как-то выглядят, это то, как выглядят гены, которые при сочетании дают нижний вариант. Амилонистик циндер дадут нам вот такую розовую вкраб амилциндер. Следующий. Если вы хотите змею, лишенную черного рисунка, но при этом яркую рыжую, то вам нужно взять тофи, ириску, и амилонистика. И тогда у вас на красивом рыжем фоне не будет черного рисунка, и будет называться это золото. Амилонистик лежит в основе многих морф. Например, в сочетании с карамелью мы получим масло. То есть здесь у нас уже будет желтая змея без черного рисунка. Не рыжая, а желтая. Дальше. Вместе с кархол. Кархол это уголь на английском, получается blizzard. Blizzard, вот, каждый вид змеи, который закреплен в неволе, которых разводят, у всех есть морфа blizzard. У кого нет, в тех стараются вывести. Даже если они не живут на больше трех дней, все равно все стараются их вывести. Я не знаю, в чем. Слишком, ну, вот, каждый уважающийся герпетолог, разводчик считает, что надо вывести морфу blizzard. Ну, вот ума, если они благополучно живут. Дальше. Уже более интересно, значит, страубери и энергегены, сочетая, создают нам кораллового призрака. То есть пастельный розовый цвет, пастельный серый цвет. Плюс у этого еще есть зигзаг. Немножко, как я видел, у него в начале головы пятна слившиеся в зигзаге. Дальше, пожалуйста. Опять амилонистик. Вот, уже если наложить амилонистик еще раз на коралл гост, то получится сальмон сноу. Сальмон – это лосось. Также это розовый цвет, любят в Америке так обозначать. То есть, не знаю, лососевый снег. Видимо, они это называют. На розовом фоне бледно-розовые пятна. То есть, такой немножко инверсия получается. Дальше. Лаванда и солнечный поцелуй дадут вам окраску орхидея. На розовом фоне лиловые пятна. Сейчас будут у змеи. Дальше. Тезера и страйп дадут вот такую очень полосатую змею. При этом она может быть какого угодно цвета. Серая, желтая, рыжая. То есть, все будет зависеть от того, какие и какой окраски будут у нее еще родители. Ладно правильно подобрать. Дальше. Опять же, Тезера с лавой. Ну, это он для примера взяла, чтобы показать, как Тезера проявляется на разных окрасках. То есть, черный ушел и сохранился вот этот вот очень яркий рисунок. Не типичный. Дальше. Так, гипо-код. Сочетание трех генов. Такое тоже делается. Это более сложный вариант. И тоже название, естественно. Это гентай. Называется, да. Однотонная, уже ровненькая желтая змея. Рисунок ушел за счет страйпа. Цвета ушли за счет карамели и гипомеланистики. Ушел красный, ушел черный пигмент. Остался желтый. Дальше. Еще одно тройное сочетание. Уже природный вид гипомеланистик и мотли. На белом фоне рыжие пятна появились. У нас еще и полосочка посередине туловища идет. Дальше. Все. Собственно, да, это последний вариант. То есть, вариантов на самом деле порядка 50, но многие из них очень между собой похожи. Я для вас выбрала просто сейчас самые-самые такие типичные, которые выделяются. Все. На этом мы закончили. АПЛОДИСМЕНТЫ Вопросы, нет? Вопросы, да? Вопросы. Катя, не уходи. Какой есть собственный личный опыт вот в этом деле? Ты выводила кого-то? Собственно, небольшой, да. Мы два года подряд выводили амеланистика. То есть, самый базовый этот цвет. Это на белом фоне розовые пятна идут. То есть, лишенная черного пигмента змея. В том году пытались, но у нас выяснилась забавная ситуация. То есть, саживали самцом серого цвета, но выяснилось, что это самка была серого цвета. Да, потом они обе отложились радостно, благополучно. Только она была оплодотворенная, потому что, да, та еще сидела с самцом дополнительно. А в этом году мы, наверное, будем пропускать сезон размножения. В следующем году вот Тезера, который приехал к нам в том году, будет саживаться в розовое змею. То есть, будут такие розовые, пестрые. А когда сезон? Сезон летом начинается. То есть, ну, парню надо еще вырасти. Он еще маленький, он еще не дорос. Спасибо. А вы этим занимаетесь для себя или где-то в каком-то научном центре? Нет, научных центров у нас, к сожалению, по России, по геопатологии пока раз-два я общался. При московском зоопарке и в Питере, по-моему, есть. Ну, частных зоопарк, что удивительно, у нас в Питере существует частная такая организация, которая сами привозят, сами там разводят и держат частную выставку, потому что получается, что на государство это пока не очень интересно. То есть, в России сейчас нету такой популярности к культурормистики, как на Западе, где пенди-центры очень большие. Потому что рептилии составляют сейчас хорошую конкуренцию к культурормистике. У вас дома свой? Ну, дома, да, дома у меня, соответственно, свои животные. И вы их так вот изучаете, как размножаются, как раз-копередаются. Да, да, да. Это все чисто на интересе. У вас биологическое образование? Нет, это энтузиазм, у меня экономическое образование, да, но у меня очень хорошо воспринимается биологическая информация, вот, поэтому, как бы, вот, мне это очень понравилось. Почему змея называется компанией? Какой? Близзард. Потому что близзард, насколько я помню, в английском языке, это вообще, ну, как бы, такое понятие, да, блестящего льда, насколько я помню, идет. Сияющий. Да, сияющий, сияющий. А компания, почему-то, змею не змеет. Да, 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 да. Я как бы говорю, практически, вот, вот, есть змеи, разводят которых обыкновенный удав, королевский эпитон, еще, еще несколько видов змей, вот, везде, где выводят эту белую морфу, то есть, это, как он, господи, лишенный полностью пигмента, альбинос. Вот всех альбиносов называют близзард, вот вообще фантазии никакой не включают. Иногда сноу, большащий близзард. Это же более фантазия, как... Ну, это да, это кто-то решил, там, выпендрится, да, у меня будет не близзард, у меня будет сноу, но все равно все, кто его зовут близзард, вот, все равно, это просто уже традиция. А вы не хотите вывести близзард? Вы говорите все. Для меня, у меня есть королевская змея, блин, а в нее фантазия. Как бы, да, вполне. Вот. А где вы свои фантазии показываете? А, ну, у нас, мы раньше держали магазин, но сейчас закрыли, и, как бы, в принципе, мы раньше, так же, образу, ну, проводили 2-3 мероприятия в год, собирали людей, но сейчас, не знаю, в этом году будем, не будем, то есть, там, как соберемся. Может быть, как-то будем привязывать, вот, опять же, 15 на 4. Да, кстати, еще момент такой. А змеи обязательно кормить живыми мышами? Можно за размороженными. А, или нет, просто за размороженными. Это обязательно должна быть либо мышь, либо птица. То есть, это может, но это обязательно должно быть с кожными покровами, с внутренностями, с костями. То есть, кусочка мяса кормить нельзя, так змея долго не проживет. Она должна полностью получать кальций, углеводы и прочие вещества. Она только так у нее переваривает. Дорого? Нет, на самом деле дешевле выходит, гораздо. Потому что змеи кушают очень мало. То есть, вот у меня, например, 5 змей, в принципе, я кормлю в 2 раза в месяц. То есть, мне нужно 10 грузов в месяц. Это немного, это дешевле, чем кошку. Содержай, гораздо. Болеют очень редко. Животные, это очень устойчиво, если константильно, особенно вот этих видов, они, чтобы это дубовник, то есть, вот они там, холода переживают, длительные голодовки. Единственные болезни, которые у них бывают, связаны с содержанием неправильным, то есть, это переохлаждение, содержание в грязной среде, которое вызывает инфекции, либо повреждения механические. Придавили, прижали, дали живой корм агрессивный, который покусал змею там. Дали поиграть кошке. Корм съел змею. Да, да, да. То есть, корм может и змею вполне... Уласть переменилась, да? Я думаю, копей, чтоб крылья с них пошла, ну ладно. Ну, этот просто наказал большого сразу, да? Да, очень. Очень большого, да, питомного. Этот не справится. Все? Ничего, просто. Все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова